Я хотел бы сейчас от Госком охоты услышать комментарии по серьезному фактам, говорят, что сейчас очень сложный сезонный вопрос при проведении зимовки скота, это нападение волков и даже медведей. Как регулируется этот вопрос? Государственным комитетом по охоте зимовки данный вопрос держится на постоянном контроле. На сегодня у нас в рамках предприятия по регулированию численности волков до 287 особей отрабатывается оперативно 4 обращения по нападению волков в Зумкемчевском районе, в Сумуниевке Бару. Также по нападению медведей могу сообщить, что в настоящее время ситуация стабилизировалась. Последний случай, который был обнаружен Василий Чалкежек Чедвикольского района, полностью данная информация проверена, она не подтвердилась. Нужно сказать, что проблема неорганизованного выпаса также касается и нападения волков. Нами проанализированы были 21 обращение, зарегистрировано в этом году. В 17 случаях было установлено, что скот не был даже в ночное время загнан в решение. В связи с чем мы обратились, в том числе в муниципальные районы, с тем, чтобы обратить внимание чебанов и животноводов на то, чтобы принимать действия в мере профилактики. Спасибо. 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 Андрей Алексеевич. В частности, я организовал по таким-то направлениям, имели успех. Кроме этого, прошу у правительства еще раз повторно утвердить через Министерство финансов четкое понимание позиций, чем вы будете поддерживать, какими средствами будете поддерживать именно стимулирование истребления волков. Потому что то, что мы в свое время принципиально принимали решение по 8 тысяч за шкуру выкупать у населения, сейчас это будет или нет. Мы договорились, что по таким-то муниципальным районам на этот момент времени обеспечивается хотя бы такой-то литраж ГСМ при мобилизации охотников. Рекомендую в таких-то населенных пунктах провести облавные охоты. В Госкомохотах готовы возглавить этот вид деятельности. Более чуть-чуть, понимаете? Осознанно. Порядок действий.